Людям имеет смысл помогать, потому что все возвращается мумерангом. Я в этом уверена, и я это, мне кажется, испытала, наверное, на себе. И все, чему в жизни мне удается добиться, я считаю, что это исключительно только потому, что у меня есть искреннее, чистое намерение к моим близким, к родным, к другим людям. Допустим, мне плюют в душу, а я все равно пытаюсь как-то помочь, несмотря на то, что обидно. Но ты же человек, он же несознательно делает тебе плохо или больно, но ты все равно должен быть рядом в трудную минуту, потому что если не мы, так можно, так все пропадут просто, каждый себя зароет в яму. А что касается благотворительности, не знаю, как не обжечься, потому что я очень часто задаюсь этим вопросом, ну как же есть люди, ну вот непонятно, да, как бы ты, допустим, помогаешь финансово, потому что у тебя другой возможности нет, допустим, приехать и, ну там, если дети, да, проводить с ними какое-то количество времени. Но если действительно хочется помочь, то все-таки, мне кажется, нужно стараться как-то сделать это на психологическом уровне, на физическом уровне, приехать, реально что-то сделать, устроить какой-то праздник тем же детям. Вот это, мне кажется, им важнее даже, чем, ну я не знаю, игрушки, пусть у них будет там 20 тысяч игрушек, но они от этого не станут счастливее. Я не знаю, помочь им как-то в учебе, в том же развитии, те же какие-то кружки, те же самые творческие какие-то познания чего-то нового. Но вот этим нужно заниматься. Вот эта благотворительность, эта благотворительность, ты как бы тратишь свое время, тратишь какие-то свои возможности, ты даришь это им. И это ценно. Но материальные блага, они, безусловно, они должны быть, потому что без них в наше время, в 21 веке, ну никуда. Ты не купишь себе там листочек с ручкой, не сможешь рисовать так же, чтобы развивать свое творчество. Поэтому должен быть во всем, мне кажется, такой очень хорошей, ну хорошая середина. И как не наткнуться на мошенников, я не знаю. Если бы я знала, ну, наверное, знали бы все, и все этим методом бы пользовались.